Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Вика и я сегодня немножко в непривычном для вас образе. Я в парике. Кому будет интересно посмотреть, как я надевала парик, досмотрите видео до конца. Я вам обязательно покажу. Меня часто просят снять видео причесок на каждый день и также часто просят снять видео причесок на вьющиеся волосы. Поэтому сегодня я решила совместить одно с другим. Надеюсь, что вам будет интересно и полезно это видео. Сегодня прически очень простые. Я думаю, у каждого получится повторить. Для первой прически я собираю волосы на макушке и завязываю их сзади в хвост. Теперь этот же хвост завязываю чуть ниже. Я для себя придумала ориентир 4 пальца между резиночками. Так хвостики получатся более-менее одинаковые. Теперь я растягиваю хвостик, начиная с одной стороны. Вот так вот по прядкам я вытягиваю небольшие прядки, а двигаюсь по кругу, пока не дойду до другой стороны. Под низом хвост я не растягиваю, только вот эту вот верхнюю часть, которая будет видна всем. По центру должен остаться такой как бы стержень, который будет держать эти резинки, чтобы этот шарик не сползал. Тогда он у вас будет такой, как вы его сделали. Также проверяем себя, чтобы помещалось 4 пальчика и также начинаю растягивать. Я держу, как вы видите, за резиночку внизу, внизу шарика и вот так вот по прядкам вытягиваю. Завязываю следующий хвостик и так, пока ваши волосы не закончатся. Можно оставить и так, но я еще украшу вот такими вот заколочками. Они предназначены для афрокоз, но я их купила и теперь везде их применяю. Очень интересный аксессуар и мне очень нравится. Я вот так вот раскрываю и просто закрываю резиночку. И вот что у меня получилось. Это очень простой вариант. Если вам надоели просто распущенные волосы, а собранные прически вы не очень любите, то этот вариант как раз для вас. Как я вам, кстати, в таком образе. Переходим ко второй прическе. Вторая прическа тоже очень простая и она похожа на предыдущую. То есть у нас задействованы только верхние пряди, а остальные волосы распущенные. Вот я беру произвольно вот такие вот две прядки, завязываю их в хвост и вот так вот проворачиваю через верх, через вот эту петельку. Дальше можно немножко вытянуть. Для этой прически мне понадобятся две невидимки. Я беру прядку у лица, скручиваю ее в жгут и подкалываю за резинкой. Кладу ее на хвост и вот так вот за резинкой закалываю невидимкой. Затем растягиваю жгут. То же самое делаю и с другой стороны. Теперь эти две пряди и хвостик, который я завязывала, откладываю наверх и отделяю еще одну прядку ниже. Завязываю ее резинкой. Возвращаю верхнюю прядь и чуть ниже также завязываю резинкой. Теперь получившийся элемент я разделяю пополам и протягиваю через него нижний хвост. Вот так вот. И растягиваю по бокам, чтобы была пышная коса. Теперь беру опять верхний хвост. Завязываю его примерно отступая четыре пальчика. Делю пополам и протягиваю нижний хвост. Также верхний хвост опять завязываю и протягиваю через него нижний. И это я делаю, пока не закончатся волосы. Когда волосы закончились, я поступаю следующим образом. Делю верхний хвост на две части. Кладу под нижний, вот так вот. Добавляю этот нижний к этим двум частям и завязываю вместе. Таким образом получается вот такой вот конец косы. И моя вторая прическа готова. Как вы видите, эти две прически на вьющихся волосах смотрятся по-другому. Так что надеюсь, что я вас вдохновила. Отмечайте меня в инстаграме, если будете повторять. Мне всегда очень приятно. Ну, на сегодня у меня все. Буду с вами прощаться. С вами была Лозница Вика. Всех целую. Всем пока. Кому интересно, как я надевала парик, оставайтесь. Через секунду я все покажу. И так, я разделила голову пополам и заплела два обычных колоска. Вот такие вот косички у меня получились. И теперь мне понадобятся невидимки. Я беру косички, просто завожу наверх и подкалываю невидимками. Мне нужно, чтобы голова была плоская и чтобы из парика ничего нигде не торчало. Соединяю внизу две косички, чтобы хорошо зацепился парик за них. И сверху подкалываю кончики. Далее мне понадобится вот такая вот сеточка. Я вот так вот ее натягиваю на волосы. Резиночка остается у меня по линии роста волос. Я ее чуть выше, чем начало роста волос на лбу затягиваю. И все, прячу туда волосы. И вот такая вот получается смешная картина. Надеюсь, я вас не испугала. Дальше беру в свой парик. Он у меня без заколочек дополнительных. То есть регулировать его можно только резиночками. И у меня голова не очень большая, поэтому я резиночки вообще закрепляю накрест, чтобы парик у меня хорошо и плотно держался. Вот такая вот картина у меня получается. И теперь я выворачиваю парик. Беру за пробор снизу. Прикладываю к колбу. И за зад парика натягиваю его на голову. И вот так вот, в принципе, легко и просто я надеваю парик. Конечно, видно, что это не мои волосы. Но, чтобы показать прическу, я думаю, что подойдет и вы не сильно расстроитесь. У меня париков много. Поэтому, если вам нравится такая идея с прическами на длинные волосы, на вьющиеся, то дайте мне знать, я буду снимать и дальше. Вот такой вот я получился львенок. Я вас всех целую и крепко обнимаю. С вами была Лозница Вика. И всем пока-пока. И не забудь подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok